Михаил Дегтярев провел встречу с руководителями организации коренных малочисленных народов. Одной из главных проблем общин остается распределение квот на ловлю рыбы. Коренные жители жалуются, что каждый сезон увеличивается число лжи общин, которые оформляют квоты незаконным путем. Тему продолжит Ульяна Крамаренко. Одна путина заканчивается, сразу начинается подготовка к другой. Уже в сентябре были распределены квоты на следующий сезон. И здесь у официальных представителей общин цифры не сходятся. По их данным, сейчас в Хабаровском крае проживают чуть более 20 тысяч представителей коренных народов. А заявок на вылов рыбы подано более 30 тысяч. То есть часть квота, а лимит ограничен, забирают так называемые лжеобщины. Пока в крае нет комиссии, которая бы определяла, принадлежит тот или иной рыбак коренным народам или же он самозванец. То есть получается, что если бы мы отсекли тех, кто такую лазейку в законе нашли, мы бы больше могли давать рыбы реальным представителям? Конечно, объемы бы увеличились. Дали бы объемы рыбы промысловым всем предприятиям, правильно? Михаил Дегтярев поручил профильным министерствам заняться проблемой. Одним из решений может стать единый реестр народов Севера. Также в ходе встречи были затронуты вопросы сохранения национальных видов спорта. Представитель Федерации Северного Многоборья отметила, что сегодня проводить мероприятие получается только за счет грантовой поддержки края. Северное Многоборье – это чисто специфический такой вид спорта. Он технически сложный, но больше все виды – это легкая атлетика. А вот летние национальные виды, они культивируются только у нас в крае. Их у нас 10 видов спорта. На территории Хабаровского края проживает 8 коренных малочисленных народов. По итогам встречи в Рео губернатор отдал задание подчиненным провести полную ревизию социальных обязательств перед общинами.